Писатель прежде всего. Конечно же писатель, а это, да, я даже не знаю, кто-то, какой-то сумасшедший счетчик набрал, там много всяких... А почему не Евгений Николаевич, а Захар? Ну, когда-то однажды, когда я думал, что я напишу только одну книгу, свой первый роман «Патологии», я почему-то решил, что имя Евгения, оно такое слишком интеллигентское, такое братынское я его называл. И у меня был прадед Захар Прилепин, и отец мой, хоть его звали Николай Семенович, его тоже все называли Захаром во дворе, я решил, что родовое такое имя Захар, и оно как-то подходит. Ну, это хорошо, просто мне было любопытно, почему Захар. Наверное, я вообще хотел бы с вами поговорить на самом деле о России. У меня тут есть сценарий, всякое прочее, я все это читал, я читал то, что вы говорите. Я знаю, что вы болеете за Россию, я тоже болею. И мне крайне неприятно, что очень трудно договариваться. Такое впечатление, что Россия в чем-то даже похожа на Украину, в том смысле, что она разделена, что есть так называемые либералы, я не очень понимаю, кого имеют в виду, хотя вы довольно определенно высказываетесь по этому поводу. Из ваших уст это получается, что это люди, которые не любят Россию. Нет. Ну, так получается. Нет. Когда вас спрашивают, а кто такие либералы, вы начинаете говорить, которые радовались распаду СССР, которые поддерживали чеченцев, которые... То есть, получается, все отрицательно, нет? Которые находили органичным распад СССР, все-таки не радовались, а находили органичным. И которые выступают исключительно за либерально-буржуазный путь в экономике и за цивилизацию исключительно в европейском его виде. Это вот все-таки... Но вы не отрицаете им в любви к стране? Я как раз считаю, что отличие России от Украины в том, и это очень важно, что в России, как ни странно, куда больше широка линейка мнений и взглядов. Я считаю, что наличие либералов в России, это как раз одна из характеристик России, которая позволяет ее культуре развиваться крайне разнообразно. А то, что я испытываю личностное раздражение по этому поводу, оно тоже характерно для ряда русских писателей, условно говоря, консервативного или почвенческого направления. Но в целом, эта ситуация совершенно нормальна, когда в России есть... Вот сегодня, скажем, ситуация на Украине, еще раз мы к ней вернемся. В России есть полярные точки зрения, которые занимают самые замечательные, самые известные люди из мира культуры, писатели, музыканты. На Украине по этому поводу куда более жесткой консолидации. Там, ну, может, одно-два имени людей, которые можно назвать, которые считают, что Другой Восток и Крым имеют право на свои... Это как раз Россия проявляет себя как цивилизованная, европейская, либеральная государственная. Все-таки европейская. Но в данном смысле да, безусловно. В данном смысле да. Да. Хорошо, значит, я хотел бы тогда вас спросить, А вот консерватор это кто? Вот либерал... С вашей точки зрения вы сказали, кто такой либерал. А кто консерватор? Ну, консерватор это человек, который считает, что главной целью России не является максимально уподобиться Европе во всех ее проявлениях. Консерватор, который считает, что есть определенный характер этой страны, и есть вещи, которые нуждаются, вот как Леонтьев говорил, в подморозке. Да, есть что-то, что нужно подморозить, есть что-то, чему нужно научиться, но тем не менее, какие-то вещи, связанные с цельностью географии, территории, веры, культурного контекста, они нуждаются в сохранении и даже в усилении. Это консерватор. Вот очень важно тут определить, какие это вещи. Потому что мне кажется, что многие либералы согласились бы с этой точки зрения. Что есть вещи, которые, конечно же, надо сохранять, и, конечно, у России есть свои особые совершенно черты, и, конечно, своя география, и, конечно, своя история. Кто с этим будет спорить? А вот когда говорится, что сохранить какие-то вещи, это такое общее такое, знаете, а вот какие вещи? Вы знаете, к несчастью, наверное, для России в последние два десятилетия, вот, что называется, просвещенные российские либералы, они имеют гораздо, может быть, меньше возможности, или меньше желания высказываться на какие-то темы, чем вот либералы другого. Толк это такие ультралибералы, либералы такие экстремистского даже толка, которые в любую секунду говорят, что вот если бы сейчас поднялся вопрос о том, что там России нужно разделиться на какие-то части по Уралу, или там в виде Курил, или еще как-то. Вот российская либеральная интеллигенция, она как-то всегда выступает за вот лучше отрезать, чем пришить. Ну, вы сильно преувеличиваете. Ну, может быть, я преувеличиваю, но я живу в этом контексте. Когда я его наблюдаю в течение лет 20, он меня очень огорчает. Мы же с вами живем в одном контексте. Я очень мало знаю людей, которые бы говорили, да, надо отрезать, надо избавиться и так далее. Хотя, конечно, наверное, с вашего определения я скорее отношусь к либералам, чем к консерваторам. Вот напротив меня, даже не хочу сказать напротив, смотрел на меня в одной передаче человек по фамилии Дугин, наверное, вы знаете такого человека, да? Ну вот. Я не знаю, как его квалифицировать как консерватор, ну, не либерал уж точно, и тоже у него это звучит как сфернословие почти. И вы знаете, что меня поражает? Я вам говорю, вообще я разговариваю без иронии сейчас. Что меня поражает, это то, как сходятся в некоторых вопросах наши, я бы сказал, неоконсерваторы и американские. То есть их оценка либералов в двух совершенно разных странах, которые смотрят на мир совершенно по-другому, по-разному, но просто совершенно совпадают. Консерваторы, очень грубо говоря, очень грубо, не хочу тут говорить, это пятая колонна, да, и там это пятая колонна. Вы можете объяснить этот феномен? Это все-таки феномен? Я думаю, что одной из традиций, в том числе европейских, является создание двух каких-то действующих основных политических сил в стране, которые одна является консервативной, другая является такой либеральной, да? И как раз парадокс России в том, что в России, скажем, коммунисты, да, они являются вполне в чем-то братьями республиканцев в Америке, что для американцев было бы диковатым, да, но тем не менее они вот занимают ту как раз нишу консервативную, коммунисты, хотя левые как раз всегда занимали противоположную нишу, левые всегда были деструктивны, там, так или иначе были разрушительны, да. В России коммунисты заняли консервативную нишу, есть другая ниша, которая занимает, там, условно говоря, либеральное или, там, либеральное крыло власти, либо либеральная оппозиция, да. Это, ну, так удобно просто, так удобно в стране, не хочется иметь 30 вариантов решения разных вопросов, хочется иметь два. Вот появляются, вот, консерваторы и появляются люди, которые желают что-то виды из них. Послушайте, Черчилль когда-то говорил, что если вы не были либералом, когда вы были молоды, у вас нет сердца, если вы не были консерватором, когда вы стали взрослыми, у вас нет мозгов. И это совершенно не то осуждение и не та характеристика либералов, о которой говорите вы. Это совершенно другое понимание, когда взрослеет, он начинает понимать некоторые вещи, которые в молодости он еще не усек. Этот аргумент я понимаю. А вот эти остальные аргументы, чрезвычайно странные, агрессивные, вплоть до желания даже убить, а это я тоже встречал консерваторы, говорили, да я бы убил либералов. А либералы так не говорят? А, и либералы говорят, потому что я их считаю экстремистами очень часто. Понимаете? Да, но это до тех пор, пока они друг друга не убивают, я приветствую любой спор. Это все спокойно только на кладбище. Это нормально, что либералы, консерваторы, коммунисты и какие угодно демократы не находят общий язык. Нормально, что они находятся постоянно в противоречии. Я как раз еще раз повторяю, что это нормальное состояние для русской даже культуры, не то что политики, а культуры. То есть это вас вполне устраивает? Нет, устраивает. И вам бы даже не хотелось, чтобы одна страна взяла верх? Нет, я думаю, что либерализм, равно как и национализм, необходим в качестве приправы в государственном управлении. Безусловно, государство, тем более российское государство, должно строиться на каких-то консервативных, не боюсь этого слова, патерналистских каких-то основаниях. Но если либерализм оттуда извлечь целиком, или национализм извлечь тоже целиком, то тогда эта конструкция начнет, трещины какие-то будут появляться. Вы часто говорите о том, что вы хоть и не любите публицистику, но являетесь публицистом в какой-то степени и дальше ссылаетесь на то, что и Пушкин публицист. Хотя, я думаю, что Александр Сергеевич сразу вызвал бы вас на дуэль, если бы вы ему такое сказали. И, вероятно, вы бы его убили. У него были другие, я думаю, основания. Потом вы говорите, Достоевский публицист, Толстой публицист, Маяковский, конечно, публицист, я не знаю, теперь Гоголь, может быть, что-то публицист. Да нет, но я просто, я имею в виду то, что русский литератор традиционно не находился в башне слоновой кости, а непосредственно живо, зачастую даже с некой долей агрессии, зачастую с некой долей, как сегодня сказали бы, либералы, с некой долей реакционизма, да, как реакционеры они выступали. Они реагировали на все происходящее в стране, на политику, на милитаризм своей собственной страны, на, я не знаю, на христианские вопросы, на любые вопросы, они реагировали немедленно, очень живо и очень активно. И вот эта позиция русского писателя, как гражданина, она такая традиционная, я только в этом смысле и ссылаюсь. Вы понимаете, что реакционер это не тот, который реагирует, реакционер это совсем другое, нет? Но, понимаете, политика России, там многолетняя, многовековая, зачастую воспринимается сегодня либеральной интеллигенцией, коли мы много говорим, как реакционная, да? Россия, она такая огромная, такая туловая, которая, так или иначе, или такая воронка, которая втягивает в себя либо народы, либо территории, либо какие-то там процессы. И вот эта воронка, она крутит, 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 и такие реакционеры, они считают, что это нормально, потому что она крутит и кого-то закручивает. Они не находили в этом какой-то проблемы, и причина, чтобы посыпать голову пеплом, говорить, какой кошмар, в какой мы ужасной стране живем, какой ужас. И они говорили, нет, это да, это путь России, да. А какой путь России? Ну, хранитель евразийских пространств. Россия отвечает за одну из моделей мира, которая для колоссального количества населения на Земле является предметом крайнего удивления. Потому что, по сути, Россия, так или иначе, она всегда воспринималась, и, наверное, будет восприниматься, как такая страна третьего мира. Как страна не совсем, не в полной мере цивилизованная. Она вот вроде бы совсем цивилизованная, но не совсем. И в данном смысле, когда Россия выходит в определенный момент на одну из ключевых позиций в мировой геополитике, безусловно, там, для Индии, для Латинской Америки, там, для, отчасти, для Китая, для Азии, это, конечно же, удивление и в чем-то даже радость. В том, что мир не является, как бы, однополярным, сугубо управляемым, как бы, одними и теми же процессами. Это возможность на разновекторность мирового развития. Россия, она всегда предоставляет эту возможность. Мне так кажется. И вот в этом смысле Россия, она очень не лишний игрок в мировой истории. Ну, это разумеется. Ну, вот вы сказали любопытную вещь, что всегда воспринималось, как страна третьего мира. Ну, само выражение страна третьего мира, конечно, относится к 20 веку. Вы об этом не говорили. Это страны развивающиеся, отсталые, бедные. И не на советской стороне, и не на американской стороне, а где-то там. Ну, вы поняли, о чем я говорю. Да, конечно. Ну, вот я как раз хочу вас спросить, почему такое восприятие России? Я еще хочу уточнить, ведь если посмотреть на то, что Россия дала меру, ну, с точки зрения искусства и культуры, что я считаю самым главным, это же, безусловно, не чужое. Это вполне европейское, начиная с Пушкина и далее везде, и в музыке, и в живописи, и так далее. А почему, тем не менее, вот это восприятие? Как вы думаете? Я думаю, что не сегодня это родилось. Еще Пушкин писал о том, что отношение Европы к России характеризуется невежеством и неблагодарностью. И я думаю, что для них как-то существует две России. Вот одна Россия это Чайковский, Мусоргский, Достоевский и Толстой. А есть другая Россия, мрачная и тяжелая, в своих ватниках стоит, с заколючей проволокой, там, с ножами в зубах. И они никогда не смогут эти две России соединить во вну. Я думаю, что эта тема, ее надо закрыть, надо успокоиться. Россия никогда не докажет, не знаю, не то что Германия или Италия или Англия, даже Польша не докажет, что она цивилизованная европейская страна, где люди способны говорить здравствуйте, до свидания и не пьют водку из горла в любую свободную минуту. Я думаю, что не нужно даже стараться этим заниматься. Не нужно. Видимо, какой-то есть в раздел, он такой, он незримый, это не стена какая-то, это не китайская стена. Он вполне прозрачный, но тем не менее, вот подходишь к этой стене и дальше уже движения нет. Россия отдельное совершенно существо, и она не по нашей вине, не по нашей вине. Мы так старо... Ну, я, ну, можно... Аршинам, общем, и вот это вот. Ну, если это было уже понятно до нас в 19 веке, про это сказали самые последние люди. Это было понятно Тютчеву. Тютчеву. Не будем говорить о всем. Пушкину, Данилевскому. Ну, Пушкин не совсем так говорил. Но невежество и неблагодарность, это тем не менее радикальная формировка. Это резкое, резкое даже осуждение, да. Но вот когда вы говорите, никогда, и не надейтесь, и не о чем даже... Да я думаю, что мы и есть, в каком-то смысле, мы и есть Европа. Мы как раз хранители европейских традиций, у нас европейская вполне культура. Мы, любой русский человек, вписан в самые разнородные процессы мировые, там, ну, не любой, но любой более-менее образованный. В России есть люди, которые разбираются в финском кино, там, все знают английскую, французскую, американскую музыку. Все, что угодно, знают все. Я, вот честно говоря, вот среди моих знакомых, образованных людей, куда больше, чем среди моих знакомых, там, в Италии, во Франции или в Англии. Пусть они на меня не обидятся. А у вас столько же их там? Ну, достаточно серьезное количество. Не скажу, что столько же, но серьезное. Для того, чтобы какой-то, ну, вот русский писатель, любой русский писатель более осведомлен, скажем, о французской, английской, там, или даже польской, или немецкой, или американской литературе, чем любой писатель из той страны. Я вот поэтому... О собственной литературе. Нет, мы об их, чем они, о нас, и там, о любой другой, там, зачастую. Там в России колоссальное количество поклонников латиноамериканской традиции, колоссальное количество поклонников британской литературы. То есть у нас это все эти процессы, они в нас живут, мы сами из этого сотканы. Я не уверен, что, ну, вот, судя по своим коллегам, что там ситуации зеркальные. Поэтому России не нужно доказывать, что она Европа. Мы и так давно уже европейцы. В этом смысле все в порядке. Полные залы на любого... Но все равно нас Европой не воспринимают и выходят. Нет, ну и бог с ними. Ну, что за желание обязательно посмотреться в европейское зеркало? Ну, зачем? Надо смотреть, как мы там выглядим. А что, это плохое зеркало? Не, ну, оно может... Не знаю, какое оно зеркало. Вы там бываете очень много. Более того, вы довольно часто высказываетесь, в частности, говоря, что Европа уже не та. Что нынешняя молодежь, которая увлекается всякими европейскими вещами, это иллюзии. Что там табу не менее жесткие, а может быть и более жесткие, чем у нас и так далее. Так что вы прекрасно знаете, какая она Европа, по крайней мере, судя по тому, что вы говорите. Я, конечно, много бываю в Европе, выступаю, перевожусь и просто езжу. Конечно, 10-12 раз ежегодно. Поэтому я какое-то имею основание для того, чтобы об этом говорить. Я думаю, что иллюзии как раз имеют вот эти... Два толка этих иллюзий существуют. Одни экономические, которые охватили, скажем, Украину, которая вся собралась в Европу, где якобы бисквиты раздают бесплатно и кормят всех маслом. Конечно, этой Европы нет уже. Евросоюз переживает крайне сложные времена. Если посмотреть внимательно, что происходит в Италии и в Греции, и понятно, что это уже не та Европа, которая... Как раз я хочу вам сказать, процитировать вас, в Польше, Греции, Италии, Болгарии, Румынии все сыплется просто на глазах. Уровень жизни падает. За два года я был в Италии раз, наверное, 10. Там у них лица все печальнее и печальнее. Глаза все ниже и ниже. Ну, такое... Литературное обобщение, наверное. Да, я бы сказал, чрезвычайно, да. Но оно написано по определенному поводу, с определенной целью. Это обращение к Украине, да. Но, тем не менее, в целом, конечно же, уровень жизни падает, конечно же. Даже если говорить об Украине, вы очень интересно ссылаетесь, кажется, у вас есть желание, чтобы они попробовали быть. Конечно. Пускай на своей шкуре, так сказать, испытают эту ужасную Европу. Пусть сходят в Евросоюз. Да, да. И что им там будет? Не ужасная. Нет, она просто не настолько прекрасная, как кажется. Конечно, она не ужасная. Но она не может расширяться до бесконечности. Европа не резиновая. Она не может еще преднять 46 миллионов украинцев, чтобы им было так же хорошо, как... А Украина и Европа? Ну, в том виде, в котором они думают, что... А вы думаете, что... Это Евросоюз и Европа, это же разные вещи. Разные. Евросоюз это скорее такое экономическое сообщество. Это политическое, экономическое образование. Нет, конечно, там, французы, итальянцы и украинцы никто никогда через запятую всерьез писать не будет. Так же, как и русские, конечно. Этого не будет никогда, не нужно об этом мечтать. Это иллюзии, наши личные иллюзии. И надо... Ну, можно их, конечно, все не леять. А скажите, вот французы, итальянцы, венгрии будут писать? Это надо разбираться отдельно с юнгерской правой. И там французы, французы, англичане, финны будут писать? В определенный момент, да. Там был такой момент, там, 40-й, 41-й, 42-й год. Да, да. Писали. Францы, венгрии, рубины, все шли за европейцев разум. Да. Бывает и такое. Я правильно помню, что вы не то, что не приветствовали, а чувствовали себя крайне неуютно, что ли, во времена перестройки? Ну, болезненно я переживал уже лет, наверное, 16, да, конечно, болезненно. Что вы переживали? Что вас тревожило в перестройке? Ну, позже, когда... Я не вот тогда, когда... Я просто скажу, позже, когда философ Александр Зиновьев сказал, что метились коммунизм, а попали в Россию, и вот он как-то очень точно сформулировал то, что я испытывал тогда. Потому что происходило не только такое распыление, если не сказать, уничтожение каких-то советских идеологем, зачастую мифологических. Происходило разрушение того, что для меня являлось основой моего бытия и является по сей день. Это вот действительно... Имеет ли значение, кто была Зоя Космодемьянская, там, при советской власти она была или не при советской. Тем не менее, ежедневно выходили полосы в крупнейших, там, многомиллионных изданиях о том, что Гагарин не летал в космос, Космодемьянская напилась и потерялась, Матросова вообще не существовало. Это шло непрестанным потоком в течение год за годом, год за годом. Это был серьезнейший удар по моему личному самосознанию, по самосознанию целого народа. И тот сейчас обратная такая волна антилиберальной, которую мы сегодня наблюдаем, во многом с печалью, может быть, наблюдают мои коллеги, по либеральному лагерю, они должны понимать, что она ответная, конечно. Немножко перегнули палку, немножко переиграли в эту игру, доказывая, что Россия вековечная раба, вечное крепостное право, тарам-пам-пам, все это много было произнесено лишних слов, не надо было их произносить. То есть то, что происходит сегодня, на ваш взгляд, в значительной степени, это то, что по-английски называется backlash. Да-да-да. Это ответный, так сказать, удар. И этот сейчас всплеск патриотизма в связи с присоединением Крыма, это все из этой области? Это все связано напрямую, да. Это не разнородные процессы. Это процесс, это такой реванш. И одна из ведущих «Хаха Москвы» сказала, что то, что происходит с Украиной, это реванш за 93-й год, за 91-й. Даже они это прямым текстом говорят, они это чувствуют. Но, значит, в другой раз, или даже не в другой раз, а в настоящий момент либералы не должны так много ошибок совершать. Они не должны, ну, как бы, бить все время пальцем в самое больное место. Не надо. Зачем все время пытаться обидеть тот народ, который вам тоже дорог, да? Ну, к чему это жестокосердность такая, да? Мне кажется, это лишнее совершенно. Я иногда втайне, не говоря об этом, я, конечно, переживаю за либералов, потому что они же, поле их деятельности очень важное там, где правозащита, где какие-то благотворительные вещи. Они делают очень много полезного, но в целом вот эти говорящие либеральные головы произносят так много всякой ереси, что это все затмевает то благое, что несет, по сути, сама либеральная идея как таковая. А вам не представляется, что представители другого взгляда, я очень люблю эти ярлыки, когда их наклеивают, либерал, консерватор, но тоже несут много ереси. Конечно, да, конечно, да. Но у меня-то это свои, понимаете? Это совершенно нормально. Это мои, это мои родня, это люди, с которыми я разделяю одни и те же взгляды. Но я, как бы, как это сказать, приличнее, нападаю на них в определенные моменты гораздо жестче и гораздо злее. Это тип государственного патриота, который принимает любые виды, как хамелеон, и тип этого консерватора с этим вот недавним безумным законом, запретим ад и прочими законами, он мне тоже не близок совершенно. Расскажите, ну вот что, вот, послушайте, есть Государственная Дума, состоящая из 400, там, какого-то количества людей. Вот принимаются законы. По-моему, мат это был не через Государственную Думу, мне кажется так. Да не, нет, 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 нет. Хорошо, да, хорошо. Вот почему принимать такой закон? Вот вы мне сните, как работает мозг? В чем смысл этого дела? Ну, есть вещи непостижимые просто, я не знаю, как там работает мозг, но объясняется это, я думаю, достаточно просто, что они чувствуют определенный запрос на консервативные ценности и начинают на нем играть, в силу того, чтобы в чем-то отвлечь людей от реального делопроизводства, от тем, чем они заняты в основное свое рабочее время, в чем-то, чтобы подыграть этому населению. Но все это, это все пошлая достаточно игра. Мне кажется, что вот в случае там с матом, в случае там с борьбы с какими-то там театрами определенными, в случае там с какими-то составлением черных списков ненужных нам театральных там деятелей или художественных деятелей, все это совершенно ложная, как бы ложная деятельность. Предъявите другие, как бы, свои удачи, предъявите другие ваши успехи, и мы возрадуемся им. Поэтому о них мы тоже поговорим. Поговорим, поговорим, но после рекламы. Среди тем, которые меня лично очень волнуют, тема свободы. Свободы вообще, свободы слова. Вот. И у меня складывается впечатление, что в России гораздо больше, вернее так, понимает свободу как волю. Что хочу, то и ворочу. Что хочу, то и говорю. А последствия меня не интересуют. Значит, когда такой был член Верховного Суда Соединенных Штатов Америки в 20-30-х годах, его звали Оливер Бэндл Холмс-младший, когда он сказал, что человек не имеет права кричать пожар в битком набитом кинотеатре, только потому, что он хочет кричать пожар, и это ограничение свободы слова в том смысле, что это ответственность. Я понимаю, вот это понимание свободы, да. А когда говорят, вот хочу и кричу, а там и черт с ними. Вот мне кажется, и я не знаю, согласны вы со мной или нет, что в России больше вот свободу понимают как волю. Ну, опять же, процессы разнородные. Если говорить о культуре, то скорее я приверженец того, чтобы воспринимать свободу и как свободу, и как волю, и как какое-то пространство, где не нужно думать за дурака. Культура, русская культура, ведь в чем заключается ее гуманизм? Гуманизм русской культуры заключается пресловутой в том, что она задает самые страшные вопросы, и она не стесняется и не переживает по поводу каких-то вещей, которые, может быть, в каком-то обществе цивилизованном не стоило бы говорить. И поэтому эта русская культура, она так всех удивляет, потому что в каком смысле она такая страшный суд. Там все самые ужасные смыслы выворачиваются наизнанку. Ну, это точно определенная область. Да, есть культура. Но тем не менее мы... Но общее восприятие рядового человека. У вас нет ощущения, что просто русский человек, когда свобода, это вот воля. Это вот что хочу, то и делаю, если только мне дадут. Я думаю, что для русского человека вообще понятие свободы не является, вот в списке его сущностных ценностей, не является там в первой тройке даже, не входит. И в пятерку даже не входит. А воля входит? Воля, ну это такое понятие, характерное для определенных выплесков энергии или агрессии, пассиональности, как угодно это можно назвать. Это, по сути, такое казачье, во многом слове. Она вот для Украины не меньше подходит, чем для России. Вот воля, вот сейчас я все пойду и разнесу. Но Россия сегодня гораздо более консервативная страна. А какой тут воля сегодня говорить? Нет, Россия как раз говорит, что жизнь важнее. Но что-то больше нас важнее, чем свобода внутри нас. Что вот задавать какие-то страшные, тяжелые, возмутительные вопросы, кстати говоря, в России иногда оборачивается чрезвычайной неприятностью. В частности, на дожде, когда ваш коллега, тоже писатель, задал некоторые вопросы, которые вас тоже возмутило, кстати говоря. А последствия мы видим. Видим, да. Ну, есть какие-то вещи, конечно, которые стоит табуировать. А, все такие. Так он же не писатель, он же, если бы он это, писал бы текст какой-то, и это в текст было, вмонтирована была эта фраза, как, скажем, Остафьев Виктор Петрович писал роман, и он допускал себе такие высказания о том, что Ленинград надо было издать. Какие претензии к Остафьеву? Он написал свои книги, ты читаешь толстенный том, прочитал там об этом, и вот будешь по этому поводу думать. А это воздействие на массы, да? На массы не надо так воздействовать. Это разные вещи, понимаете? Это разные структуры применения. Не надо читать... Ассоциирование это цензура? Ну, есть какие-то вещи, которые даже там у классики, у Пушкина, у Достоевского, которые не стоит произносить с телеэкранов. Не надо обращаться к там, к двум миллионам населения, произнося какие-то вещи, которые... То есть читать Пушкина по телевидению, в том числе то, что вам почему-то кажется, не надо. Население... Определенные вещи, которые не стоит вбрасывать неподготовленную почву, конечно, не стоит. Конечно, дневники Достоевского необязательно прочитать на телевидении. Не обязательно. Не обязательно. Но разные вещи между необязательно и нельзя. Это все-таки разные... Вы же очень цените слово. Средства массовой информации должны иметь свои совершенно очевидные определенные табу. Есть вещи, которых касаться, как мне кажется, не стоит. И они для нас всех понятны. Вещи связаны с подвигом великого русского народа в Великой Отечественной войне и всех иных народов. Есть вещи, связанные с трагедией еврейского народа с Холокостом. Это не должно обсуждаться в массовом порядке. Это не должно быть предметом... Это должно быть предметом научных изысканий, каких-то споров. Возможно. Но на телевидении какие-то вещи запускать такие в народ... Зачем? Это провокация, по сути. Это как раз тот самый пожар, о котором вы говорите. А как же тогда, вот, например, в той же Германии, где живет моя дочь много лет? Я небольшой поклонник Германии, скажу вам. Из-за того, что было во время Второй мировой войны. Я все-таки военный ребенок и многое помню. Там каждый день дискутируют всюду. И в школе, и не в школе. И по поводу нацизма, и по поводу Гитлера, и по поводу Холокоста. Это, конечно, в Германии есть закон, что нельзя сомневаться в существовании Холокоста. Ну, я понимаю, почему в Германии. В некоторых странах тоже есть этот закон. Но по поводу Гитлера, учат в школе каждый день. Эта тема возникает постоянно. И можно было бы сказать, что это травмирует народ. Ну, и вам не кажется, что это вообще пример довольно... Ну, говорящий, во-первых, об уверенности в своем народе. И, во-вторых, об определенной мужественности. Ну, вы знаете, если вы хотите так постепенно подвести к той теме, что почему мы так мало говорим о сталинизме, скажем, или о большевизме, но я как раз вырос в те годы, в те десятилетия, когда об этом было сказано. И по сей день это, собственно, общеизвестно. Информация для никого не скрытая. Тема эта возникает непрестанно, да. И какое-то количество... Ну, собственно, все, что произошло с Советским Союзом, это и есть трагедия нашего покаяния. Это колоссальная социальная диспропорция, развал государства. Мы за это понесли уже наказание достаточное, да, и мы из этого должны какие-то определенные выводы сделать. Поэтому говорить, что вот в Германии это происходит, а у нас якобы нет, у нас это происходило на очень высоком уровне самоистязания, которое могло бы посоперничать еще и с немецким, как мы себя холестали. Возможно, и, может быть, если бы открыто об этом говорили, было бы поменьше самоистязания. Но архипелаг проходит в школе. О чем, что еще должно произойти еще, собственно? Мне кажется, что посмотрим, что будет с учебником истории. Ну, поглядим. Вы же сами говорите, что вас... Но вы не хотите, чтобы обсуждали Сталина. Что-то должно быть табу. Нет, не Сталина. Я не хочу, чтобы вынимались такие вопросы, которые подняли на дожде. Вопрос формулировки, да. Есть вещи, которые не стоит обсуждать. А что касается Сталина, мне кажется, что эту тему вообще надо закрыть. Вот почему? Потому что... Вы считаете, она полностью выяснена? Все понятно? Я считаю, что в данный момент она является средством для приложения со всех других сил и энергии. Это меч-кладенец, при помощи которого консервативное общество начинает бить либерально, а либерально бьет консервативное. И мы затмеваем те проблемы, которые перед нами стоят. То есть это на будущее? Возможно. Это любое... Вот сейчас шесть раз сказали слово Сталина, это только прибавляет весу этому имени. Думаешь, никто не заинтересован. Да нет, ну это ерунда. Хегитлера тысячи раз напоминает каждый день, и вес не прибавляется. Я думаю, что не стоит. Через запятую эти имена никогда не будут писаться. Ну, через запятую можно, потому что они оказались и Рузвельт туда же, и Черти, это во время войны. Что тут говорить? Я хочу вернуться к тому, что вы сказали, что свобода не входит в первую тройку... Сущностных понятий, да, для вас, важных для Русского народа. А первая тройка какая? Я думаю, что для русского человека, вот, это как раз и доказало сейчас вот часть ситуации с Украиной, и многие-многие исторические какие-то реалии доказывают то, что есть вещи, которые больше вот индивидуального какого-то самоощущения. Они, может быть, в каждом конкретном человеке кажется, что он за свой дворик переживает, хочет съездить там в Турцию или в Египет, но когда происходят какие-то вещи масштабные, вдруг выясняется, что русский человек готов презреть какие-то вещи, которые мешают лично ему жить ради какого-то большого дела, большого процесса, большого какого-то, не знаю, большой радости какой-то общегосударственной. Поэтому этим периодически пользуются политики. Когда бросают, вот смотрите, вот мы вам, зато вы живете в стране, которая вот какая она огромная. Да, да, но я не вижу в этом причину укорять русское население. Это нормально совершенно. Мне просто интересно, какие вы считаете вот эти три главных, что ли, черты? Это просто любопытно. Кто укоряет? Без укора, без всякого. Безусловно, укоряет. Но превалирование общего интереса над личностным, я думаю, что вот это ощущение приобщенности к своей огромной истории, в том числе и к огромной своей географии, вот это вот внутреннее ощущение, то, что я, как этот Суворов говорил, я русский, какой восторг, сейчас принято в либеральных кругах над этой фразой издеваться. Но, тем не менее, это тоже есть. И какие-то вещи, я не знаю, связанные, может быть, с верой, допустим, кто сказал, русская душа христианка. Может быть, это, может быть, что-то другое. Это когда я сказал три качества, это не значит, что я их разложил по пунктам. Нет, 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 я понимаю, я понимаю. А вот это ощущение какого-то, как вам сказать, неучастия во всем, что происходит в стране. Даже желание, чтобы кто-нибудь другой занимался этим. Понимаете, если, я не знаю, как вы относитесь вообще к пониманию, не к словам, к пониманию гражданского общества, то для меня это такое общество, состоящее из граждан. А гражданин говорит, это моя страна, это мой город, это моя улица, это мой дом. И я за это в ответе, и я буду этим заниматься. И я буду кричать, топать ногами и так далее, потому что это мое. Я гражданин. У меня ощущение, что этого в России мало. Даже не ощущение, я утверждаю, что мало. Я думаю, что да. Скорее всего, этого мало. Тут просто есть другая сторона. Я когда в Дома Франции или в Италии, когда общался, выступал или разговаривал с какими-то людьми, они говорят, что у нас очень редко встречается, особенно в Италии, общегосударственный патриотизм. У нас патриот своего дворика, своего городка, там своего... Я однажды пытался в Италии поздравить на телевидении в прямом эфире людей с праздником Объединения Италии. И сказали, нет, это не праздник, ни в коем случае, ничего не говорите по этому поводу. Это правда. Да, но я бы этому особенно не радовался, когда человек не ощущает себя как бы ребенком огромного государства и своей культуры. Согласен, согласен. В России, может быть, эти качества проявились из-за этого пространства, из-за размытости твоего собственного личностного начала. Вот вышел на этот простор, глянул, там Архангельск, там Астрахань, там че-то знает что. И такое огромное пространство, здесь затираются какие-то эти качества, ответственности. За что отвечать? Так много всего, что этот твой дворик тут становится совершенно незаметен. Может быть, это попытка оправдать. Но есть, собственно, и другие моменты. Понимаете, когда вы говорите, что народ ни в чем не участвует, история заказывает обратное. Когда, скажем, 17-й год или 91-й. Не, ну еще скажите война. Не война, именно 17-й или 91-й год. Это именно масса, даже не интеллигенции. Ну, революция. И там эта интеллигенция бежит во хвосте народа, и народ все начинает разрешать. Вы можете в покое интеллигенции. А вы сами разве не интеллигенция? Я сейчас проще докажу. Вот смотрите, то, что происходит на юго-востоке Украины, именно в Донецке, это доказывает, что именно народ является сильнейшей действующей силой. Да никто с вами не спорит. Бывают моменты, когда народ взрывается. Мы с вами согласны. Но если говорить в общем и в целом, то определенная апатия, определенный, да черт с ним, определенный, а то, что я не могу выбрать своего губернатора, и не смогу выбрать своего мэра, это хорошо, потому что не я отвечаю, а отвечает тот, что его романит. Выбирали. Это следствие не очень удачной реализации либеральных реформ в России. Но вот они так реализовывали, что люди не насладились этим процессом, не получили удовольствия от того, что они могли выбрать себе то Немцова, то боевого генерала, то еще кого-то. Что не выбираешь, какая-то получается ерунда. Людям это уже нравилось. Вы правильно понимали, я сказал, что у нас не выбирают губернатора. Выбирают, но определенный, есть фильтры чрезвычайно серьезные на этом пути. Мэров уже перестают выбирать. Да, вот перестают. И вы считаете, что это... Я считаю, что это ненормально, я считаю, что это плохо, я считаю, что... Но во многом вина лежит как раз, я говорю, на неудачной реализации демократических реформ в России. Ну вот так случилось. Я понимаю этих людей. Я принес книгу очень любимого мной Евгения Шварца. Тоже, кстати говоря, Евгений. Ну, правда, Шварц. Который написал много замечательных пьесок, на мой взгляд. И я думал, зачитать вам одну вещь или зачитать из-за нашего разговора. И думаю, что да. Для наших зрителей, которые, возможно, не читали, есть такая пьеса, называется «Дракон». В такую страну появляется странствующий рыцарь Ланселот. Страной владеет 300 лет дракон. Ланселот влюбляется в девушку, которую дракон хочет взять себе в жены. Короче, Ланселот вызывает этого дракона на бой. И вот они встречаются на площади. И я читаю. Ланселот, отвечая на его вопрос, как правило, говорит, спасибо, отлично. Дракон, а что это за тазик на полу? Оружие. Это мои додумались, Ланселот? Они. Дракон, вот безобразники. Обидно, небось. Ланселот, нет. Дракон, вранье. У меня холодная кровь, но даже я обиделся бы. Страшно вам? Ланселот, нет. Дракон, вранье, вранье. Мои люди очень страшные. Таких больше нигде не найдешь. Моя работа. Я их краил. Ланселот. И все-таки они люди. Дракон, это снаружи. Ланселот, нет. Дракон, если ты увидел их души, ох, задрожал бы. Манселот. Нет. Дракон, убежал бы даже. Не стал бы умирать из-за коллег. Я же их, любезный мой, лично покалечил. Как требуется, так я покалечил. Человеческие души, любезные, очень живучи. Разрубишь тело пополам, человек окалеет. А душу разорвешь, станет послушней. И только. Нет, нет, таких душ нигде не подберешь. Только в моем городе. Безрукие души, безногие души, глухонемые души, цепные души, легавые души, окаянные души. Знаешь, почему бургомистр притворяется душевно больным? Чтобы скрыть, что у него и вовсе нет души. Дырявые души, продажные души, прожженные души, мертвые души. Нет, нет. Жалко, что они невидимы. Значит, понимаете, о чем речь, нет? Ну, я отказываюсь это понимать. Вы хотите, конечно... А вы даже не хотите понимать. Это иллюстрация к тому, как выглядит русский человек в разных своих изводах. Это ссылка на дракон, ведь это понятно кто. Это Сталин. И это... Как вы мне говорили, Пушкин вызвал вас на ДЛ, Шварц тоже с вами, может быть, не согласился. Да, вы знаете, нет. Согласился бы. Может быть, Маршаков было виднее, да? Да. Это... Действительно, людей... Из людей можно делать все, что угодно, если достаточно долго этим заниматься. Конечно, их нельзя навсегда изменить. Но вы же не будете отрицать факт влияния вот этих довольно долгих лет, 30 с чем-то, на то, какими стали люди. Вы говорите, что это ваше. Это ваше. Ну, вот это вот люди с прожженными, мертвыми, дырявыми и проклятыми душами, они вдруг... Дети Сталина, по сути, да? Начинается оттепить, появляется мощнейшее советское кино, мощнейшая поэзия, мощнейшая... Это же там и написано. Он говорит, что все равно они прозреют, говорит он целый. А они прозрели, да? Они же... Они же... Нет, они, значит, прозрели и стали такими, или он их сделал такими, и поэтому они создали такую культуру. Я не очень понимаю, что вот если советский человек, советский подросток, советский школьник выиграл самую страшную мировую войну, является ли он продуктом того, о чем пишет Шварц, или не является... Или это какой-то другой подросток выиграл, да? Вот он с этой душой все это совершил, или какая-то была другая душа, или он подменил ее на время войны, а потом опять стал с той самой душой. Я не уверен, что эти процессы, они настолько глубинны, как вот вы говорите, что это такая порча... Я не уверен вообще даже, что это порча. Я думаю, что пространство как раз... Вот вы спросили про свободу. Вот пространство свободы русского человека, оно как раз и заключается в самоотречении, просто в растворении себя. Это и есть свобода. Вот свобода Серафима Сожловского, свобода Зои Космодебьянской, свобода Пушкина, свобода неперемещения с точки А, с точки Б. Вы понимаете, что Зои Космодебьянские были в разных странах. Это не только в России люди жертвовали собой. Да, конечно. Но в России достигло в этом наивысшего успеха и наибольшей жертвенности. Ну, даже по количеству жертву даже понятно. Это же не только же... Да, конечно. Если все равно Шталин лично их скосил косой. Не, ну, конечно, то, что он не был подготовлен к войне, это, конечно, косил многих косой. Это же правда, опять-таки. Ладно, оставим эту тему. Вы вообще... Я знаю, что вы не любите предсказывать. Я с вами тут вполне совпадаю. Я считаю, что ты, ну, во-первых, попадаешь пальчем в небо постоянно. А потом в просак еще. Да, и вот именно. А потом тебе говорят, вот, да, умный очень человек. У вас есть какое-то ощущение хотя бы? Вот сегодня многие, опять начинается этот разговор, пора валить, знаете, вот это вот все. Люди, ну, во многом Россия необыкновенно богатой людьми, страна теряет многих людей, они уезжают, уезжают, уезжают. Какие у вас есть ощущения насчет хотя бы завтрашнего дня? Они у вас есть, видите? У меня есть ощущение, что... У меня нет апокалиптических ощущений, нет. Нет, конечно, ну, нет. У меня нет ощущения того, что пора валить, у меня тоже нет ощущения. Ну, у вас нет. Если кто-то говорит, что пора валить, что называется, вали молча и не загораживай вид. Кстати, если вдруг бы, да не дай бог, опять было бы, так сказать, невыездные, выездные, вы бы остались? Я не могу придумать обстоятельства, при которых я бы уехал. Очень хорошо. Я их нет в природе. Просто это на всякий случай. Значит, все-таки вы смотрите на... Не то, что как Пушкин, как он очень уже оптимистически смотрел, говорю, вперед я без боязни и так далее. Когда повесили декабристов, через неделю после этого. Да нет, никаких рациональных причин для того, чтобы возрадоваться будущему России, в принципе, пока нет. Пока беда с промышленностью, сельским хозяйством, там в целом с той самой пресловутой свободой слова, как минимум, масс-медиа, потому что в литературе, конечно, все в порядке, никто никого не трогает. Но тем не менее, есть причины для того, чтобы огорчаться. Но в целом, мое внутреннее интуитивное чувство говорит, что это не самое дурное пространство в мире. И я чувствую, что у России еще будут возможности, чтобы как-то на новом витке проявить себя совершенно неожиданно. И это наполняет смыслом мою жизнь. Вы очень любите читать, да? Ну, конечно, как же можно читать? Ну, конечно, есть люди, которые вообще не читают. Вы сами сказали, что в Государственной Думе никто не читает. Ну, а если они принимают закон по поводу мата, если там в каждом доме Тихвадона есть нецензурное слово, и есть плайна русской классики, Пушкин, Лермонтов, Есенин. Как они? Они не в курсе, и никто не рассказал, что если там проставить везде плюс 18, что дети не прочитают просто классику. За это уголовное наказание будет библиотекарям и учителям. Ну, что про это говорить? Марселя Фрукса вы читали? Я знаю, что у вас тут есть... Да, конечно. Вы его читали? Да, конечно. Он вам нравится? Ну, вязкая для меня. Да, скучновато, да? Вязкая. Ну, тем не менее, он просил задать вам несколько вопросов, я это сделаю. Значит, вот сейчас я только найду, потому что он их мне прислал несколько позже, чем обычно. У вас есть кумир? Нет. Ну, есть люди, которым я последовательно отношусь с большим уважением. Вот, если бы вы могли выбрать время, в котором вы бы жили, так вот задумавшись, есть ли какое-то время не сегодняшнее, которое вас влечет? Ну, я органично себя очень чувствую. Вот серебряный век, начало 20 века в России, вот эта вся культурная среда, все эти декаденты, символисты, акмеисты и 20-е годы постреволюционные. Для меня это время необычайной веры, необычайных каких-то невозможностей. А вот то, что писал Есенин, и выведено шар земной на колею иную, вот это ощущение иной колеи, оно во многом там обанкротилось, обернулось совершенно тем, чего не ожидали. Но вот это ощущение огромности атмосферы, конечно, оно для меня привлекательно очень. Кстати, это не по-просту, но я все-таки спрошу вас, у вас есть объяснение для себя, вот почему вдруг происходят вот такие вещи, как вот этот серебряный век? Какое-то совершенно феерическое во всех областях, архитектура, рисунок, фотография, кино, литература, вдруг это вот так, и потом это все... Ну, я бы не сказал, что вообще все уже остается, все остается, и потом через какое-то время опять проявляется. Происходит какое-то накопление каких-то сил, возможностей, интеллекта и так далее. В чем-то может быть самое плохое время? Ну, золотой век, скажем, Россия Николаев, первый, так сказать. Ну, я не сказал бы, что самое плохое. Как только бы очень хорошие. Я думаю, что есть тысячи факторов, которые на это влияют, а мы из них можем два назвать только изо всех сил. Ну, вот вы, как истинный русский человек, поймали золотую рыбку, и она вам сказала, добрый человек, отпусти меня, а я выполню три твоих желания. Давайте. Ну, нет смысла загадывать желания, которые невыполнимы. А вы загадайте, которые все-таки выполнимы. Какие-то у вас есть? Я хочу смотреть с любовью и нежностью на свою родину. Я хочу, чтобы она давала для этого возможности мне и тем людям, которые ее населяют. Чтобы фраза «пора валить» не была камертоном для тех людей, которые почему-то собираются это делать. Это раз. Ну, у меня есть какие-то вещи личностные, они связаны с моей семьей, с моими детьми, наверное. Я бы их, может быть, это был бы второй пункт, я бы об этом сказал. Но в целом-то мне вообще ничего не нужно, кроме того, о чем я сообщил, мне все есть. Я бы дали дальше даже больше, чем я ожидал. Вы боитесь смерти? Я, когда я говорю об этом всерьез своим друзьям, что я никогда об этом не думаю, они как-то скептически на меня посматривают. Но я не испытываю никаких по этому поводу никаких. И даже когда вы были в Чечне на войне? Ну, а там другие совершенно качества влияют. Ну, не думали о том, что... Ну, конечно, про это думаешь непрестанно, но так, чтобы это остановило меня в каких-то движениях, побуждениях, реакциях и так далее, нет, конечно. Но страха не испытываете. Нет, это разные вещи. Конечно, можно испытывать страх, это нормальное человеческое качество. Я понимаю. Да, да, но хандра, вот этот психоз, навязчивые идеи, пробуждение, ночные пробуждения, я смертен, там, то, что я знаю про некоторых своих друзей, у меня никогда в жизни не было, я все дожидаюсь, когда это начнется. Скажите, пожалуйста, а как бы вы хотели умереть? Ну, вот как, если бы Лев Николаевич Толстой не убежал бы из Ясной Поляны, то был бы какой-то такой вариант. В своем доме, в деревне, окруженной детьми, внуками и толстовцами, которых ты гоняешь от двора подальше. А вот какая для вас главная мужская черта, которую вам, кажется, наиболее хотелось бы видеть в мужчине, скажем так? Ну, ответственность, наверное, ответственность за тех людей, которые являются так или иначе твоей семьей, пространство, на котором ты живешь, территория, язык. Вот эта ответственность такая многоступенчатая, род, родина. А вот у женщины? Я думаю, что женственность как таковая, которая не отрицает материнство. Я думаю, что в наши дни об этом стоит говорить, потому что многие женщины как-то считают, что женственность и материнство – это вещи... Да, да. Противоположные друг другу. А о чем вы больше всего сожалеете? Ну, нет таких вещей. Если что-то произошло в моей жизни, то нет, наверное, таких. Таких нет, да? Ничего нет такого, да. Вы сами себе нравитесь? Ну, я с интересом к себе присматриваюсь, да. Ну, я пытаюсь себе воспитать здоровый скепсис. У меня такое все время к себе весело-ироническое отношение. Но я не вызываю в себе ни раздражения, ни каких-то там мук, там, совести не испытываю. Оказавшись перед Господом, что вы ему скажете? Спасибо. Это был Захар Прилятин. Спасибо вам большое. Спасибо.